Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова, меня зовут Юля и в сегодняшнем видео по многочисленным просьбам, вернее даже по одной просьбе, которую я получила от своей подписчицы. Мы будем сегодня делать с вами GRWM, или собирайся со мной. Сейчас я сижу в этой комнате, в своей бьюти-комнате, записываю видео и у нас 10 часов утра, что очень необычно для меня, потому что обычно я всегда просыпаюсь достаточно поздно и в общем все всегда продвигается как-то на более позднее время записи. Но сегодня, так как у нас раннее утро и я ранняя пташка, сегодня получается мы воспользуемся возможностью использовать утренний дневной свет, который наверное самый лучший. И пройдемся с вами по моей рутине от от до я, от помывки волос, как я их сушу, что я использую для сушки, моей ежедневной рутине по уходу за кожей лица и естественно до макияжа. Я хочу сделать сегодня какой-нибудь такой, знаете, рождественско-новогодний макияж, что-то вот прям такое, знаете, вах, что можно было сказать так. Поэтому да, ребят, надеюсь вам понравится сегодняшнее такое немножко, даже разговорное видео возможно. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, мне будет очень приятно видеть эту активность от вас. И давайте начинать, поехали! В общем, с чего все начинается, так это я просыпаюсь, пью кофе, возможно иногда завтракаю, но обычно утром я мало что ем. И в общем я принимаю душ, мою голову и обычно так происходит, что мне нравится больше умываться именно в душе, пока я моюсь. И сегодня я использовала умывалку от корейского бренда Pacifica, это обычно такой драгсторовский бренд, я сделаю фото, как это все выглядит. И это обычная умывалка, которую, знаете, я уже купила, потому что у меня не было никакой умывалки, я пытаюсь ее доиспользовать, чтобы в общем выбросить ее. Ну потому что в ней ничего нет особенного, и как бы это умывалка и умывалка. Дальше, после того, как я посушу волосы, нанесу на них какое-то средство, чтобы они не повредились во время сушки сеном. Сегодня я использовала, кстати говоря, средство Living Proof Disturb Perfecting Spray. Я большой любитель именно спреев для волос, чем каких-либо сывороток или гелей, потому что ну просто ты пшикаешь-пшикаешь и все. И как бы ты знаешь, что все волосы покрыты этим средством, и значит они защищены, и все круто. Самое главное, теперь давайте перейдем ко моему уходу. Если у меня есть проблема с тем, что моей коже нужно больше увлажнения, я, наверное, буду использовать вот этот тонер от Glow Recipe. Я купила его недавно, я рассказывала об этом тонере в своем видео про Черную Пятницу, и я обожаю этот тонер. Другой тонер, который я также люблю использовать, это тонер от Indie Lee Lotion COQ10 10. Этот тонер, он неплохой, он реально хороший, но, знаете, вот есть момента два, то что этот тонер, во-первых, он очень быстро заканчивается, то есть я использовала его сколько, может быть, месяц, четверти тонера уже нет, то есть у него действительно большой расход, даже если я там попшикаюсь раз, два, три, четыре, большой расход, и мне это на него очень нравится. И также, когда я пшикаю его на лицо и, ну, провожу ватным диском, диск, он, как правило, такого желтого цвета, и я не понимаю, либо это моя кожа такая грязная, либо это тонер. Понятно, дело, это тонер, но мне все-таки поприятнее видеть, когда мой диск чистый после того, как я очищаю лицо, да, после умывания. Поэтому, конечно, из всех тонеров, наверное, именно этот он в выигрыше, поэтому сегодня мы будем его использовать. Возьмем ватный диск, я пока еще, если честно, не перешла на использование дисков, которые, ну, в общем, можно использовать и много раз. Такие диски, как-то, мне кажется, попривычнее использовать, и не нужно заморачиваться с тем, чтобы их каждый раз стирать. Потрясающий аромат, и очень хорошо бодрит с утра. В этом тонере есть вот эти все AHA, BHA, то есть, да, лучше всего, естественно, использовать солнцезащитный крем после использования этого тонера. Это рекомендовано, на самом деле. И я не чувствую, никто не чувствует, на самом деле, кто использовал этот тонер, что кожа как-то сушится, наоборот, есть увлажнение за счет как раз-таки этого арбуза в составе. Так, ну, в принципе, наше лицо готово. Пока мы делаем наш уход за лицом, я иногда наношу бальзам для губ, особенно если я, ну, не буду использовать никакую матовую помаду после этого. И я, наверное, буду использовать бальзам для губ от Патрика. Это упаковка, конечно, шикарная, но, не знаю, не могу сказать, что я прям каждый день использую его, потому что он такой шикарный. Мне не очень нравится тот факт, что здесь как мята в составе, и это иногда не то, что ты хочешь, просто иногда хочется какой-нибудь обычный бальзам без мяты, просто чтобы, знаете, увлажнить. И мне кажется, что этот бальзам от Патрика, он может как-то увеличивать губы немного из-за мяты в составе. Так, губы у нас увлажнены. Теперь сыворотка. Сывороток у меня очень много. Я всегда пытаюсь понять, что моей коже нужно, что лучше нанести на лицо, какую сыворотку, потому что сыворотка это один из самых активных компонентов в уходе за кожей лица. И мне очень понравилась эта сыворотка, которую я, кстати, получила в бьюти-боксе от Allure, и это бренд Peach & Lily Glass Skin Refining Serum. Прикол этой сыворотки в том, что в ней есть нецинамид и также экстракт персика и также пептидный комплекс. Эта сыворотка без какого-либо аромата, без запахов она, поэтому иногда, когда я использую эту сыворотку, ну, почти каждый день на самом деле я использую ее, мне нравятся ароматы косметики. Американцы обожают эту сыворотку, потому что почему? В ней нет никаких ароматов и запахов. И корейцы, они что? Они очень любят глазский эффект или эффект такой, как стеклянной кожи, и эта сыворотка именно это и должна делать. Ну, не знаю, когда ты наносишь на лицо, вроде как ничего не чувствуется, что, не знаю, будет работать она, ну, потому что она прозрачная, без аромата, но на самом деле у нее очень сильный состав хороший. Все, сыворотка у нас готова. Сейчас самое главное именно увлажняющий крем. Увлажняющих кремов у меня тоже очень много, или кремов. Их много, и иногда я пытаюсь все-таки использовать какие-то крема почаще, чтобы увидеть эффект от них, потому что, понятное дело, чем чаще вы пользуетесь кремом, тем лучше. Однако не нужно переусердствовать и пользоваться слишком часто, иначе кожа привыкнет к этому. Недавно я пробовала крем от Philosophy, и он настолько вкусно пахнет. У меня был пробник, просто потрясающий, такой какой-то ванилью сладковатый, но там все натуральные, все натуральные ингредиенты. Я думала даже покупать его в полном размере, но оказалось, что там есть в составе спирт на каком-то третьем месте. У меня такая, спирт, ну, как-то не очень хочется верить это в креме для лица. Так, два крема, к которому мне прям часто тянется рука, это крем от Touch, у меня это уже какой-то, не знаю, может, пятый крем в таком мини-размере, мне он нравится, у него потрясающий аромат, и он супер натуральный, там нет никаких спиртов. И другой крем, который я получала в одном из вент-календарей от Espo, 24 часа увлажнения, балансирующий он. Хороший крем, жиденький по своей структуре, то есть он прям реально как очень жидкое желе. Обычно все крема, они прям такие, знаете, густые, по крайней мере. И этот крем, он очень хорош, если у вас, например, жирная кожа, потому что он балансирует вот это вот сало кожное. Недешевый крем. Espo бренд вообще такой на достаточно высокой ценовой категории, и он очень популярен, по-моему, в Великобритании. У него приятный аромат, кстати, такой, знаете, аромат спа, то есть не то, чтобы он сильный или его нет. И теперь пришло время крема для глаз. Буду использовать крем от HCHC, Essential Real Eye Cream for Face. Этот крем, он может использовать с метролика под глазами, но и также по всему лицу, то есть вы можете использовать его реально, нанести на глаза и, в общем, по всему лицу распределить. Я не сторонник этого, я не люблю наносить то, что должно быть на глазах по всему лицу, для меня это странно, поэтому я, в общем, наношу его просто на глаза, под глазную зону. И это все, если честно. Ну, реально очень большой объем, это полный размер. Его, кстати, я тоже получила в Beauty Box Allure. У меня был небольшой перерыв, ребят, завтрак. Сейчас я хочу показать то, что недавно открыла для себя. Также это вот такие штучки от Sephora. Они очень маленькие, небольшие. Мне нравится гораздо больше именно вот этот предмет из набора, потому что, когда вы нанесли, допустим, крем под глаза, вы проводите этим под глазами, и это супер-классно пробуждает вас с утра. Мне кажется, это может быть даже как альтернатива патчам, потому что супер-классно это все освежает. Другая вещь, которую я тоже недавно купила в Sephora, именно Sephora это коллекция, называется это Гуанша, по-моему. И смысл в том, что вы проводите вот этим вот так по лицу, и, в общем, со временем это может даже как-то улучшить обвал вашего лица. Тут такая специальная форма этого, что идеально поможет вам провести по всем острым частям лица. И это способно сделать прилив крови гораздо лучше к вашему лицу, и сделать его, возможно, гораздо даже более сияющим, свежим. Круто! Дальше, для того, чтобы нам скрыть вот эту всю красноту, которая на лице у меня сегодня почему-то очень активна, я буду использовать крем от Cicca Pair. И это бренд Dr. Jard. Это крем зеленого цвета, и он очень хорошо не только перекрывает все на лице, но и также он залечивает вот эти непонятные воспаления. И наносим это просто точечно на те места, где нам это особенно необходимо. Здесь, кстати говоря, даже есть SPF, SPF 30. И дальше, после нанесения всех средств по уходу за кожей лица, я обычно жду где-то минут 10-15, чтобы все это хорошенько впиталось, чтобы дать некоторое время, чтобы все это подействовало, и уже потом наношу макияж непосредственно. Я всегда начинаю на самом деле с праймера для лица, потому что, когда я делаю брови, я всегда что-то дам, редактирую обычно консилером. И у меня есть два праймера моих любимых, когда дело касается именно, ну, если я хочу более сияющий финиш на своей коже под тональным кремом. И на самом деле этим праймером я пользовалась очень долгое время, мне нравится и аромат, мне нравится, что он также мягкий, сияющий, все круто. Этот же праймер от Rare Beauty, он такой же дает вам сияние кожи, но мне кажется, что этот праймер, он как-то более, я не знаю, более импонирует мне. Поэтому, наверное, мы сегодня его и будем использовать. Этот праймер, кстати говоря, с каннабисом, поэтому он вдвойне еще полезный. Потрясающий такой аромат, он немножко необычный, отличается, например, ароматов праймеров, которым вы привыкли, но это приятный аромат. Он сразу дает вам это сияние и еще, кстати говоря, он непрозрачный, в нем имеется такой небольшой тинт, такой какой-то золотой, что ли. Брови, прикольно. Кстати, праймер этот очень доступный, сколько он у него? Долларов 10 стоил. Брови. Брови это, я считаю, один из самых важных моментов, когда дело касается макияжа, просто потому что брови могут действительно сделать ваше, ваше лицо выглядеть по-другому. И у меня есть три моих любимчика в качестве карандашей для бровей. Один из них, правда, закончился, это был карандаш от ELF. Супер дешевая вещичка, стоил он, по-моему, около 3 долларов, что ли. И у меня он был в оттенке taupe, то есть это самый такой универсальный. И недавно я приобрела вот такой карандаш от Urban Decay. Этот карандаш, кстати говоря, я получила его в адвент-календаре, и он от британского бренда Lord & Berry, и он в оттенке Brunette 1706. Мне он тоже нравится, он не очень дорогой на самом деле. Наверное, я начну с этого карандаша. У этого оттенка такой небольшой какой-то рыжеватый подтон, как мне кажется. Я обычно люблю сначала немножко вывести линию, с которой я буду работать, а потом уже наносить более темный оттенок и делать их гораздо более выделяющимся. Я говорю о бровях. Вот, мне кажется, что оттенок этот очень хорошо подходит под цвет моих волос. И теперь возьму карандаш от Urban Decay и начну также выделять эти зоны, которые я хочу, чтобы они были выделенными. Так как брови у нас сейчас выглядят супер широкими и непонятно, не очень красиво они смотрятся 100%, я возьму свой консилер, любимый консилер на самом деле, от Nars в оттенке ванилла, и возьму кисточку, которую я всегда использую для того, чтобы отредактировать брови. Именно поэтому я всегда люблю наносить сначала праймер, а потом уже, в общем, делать брови. Видите разницу? Эта бровь, конечно, ну просто конфетка, это же слишком широкая для нас. Я узнала об этом способе редактирования или поправки бровей после нанесения карандаша и всего такого. На ютюбе, когда я еще даже не была настолько заинтересована косметикой, новыми запусками и так далее, я увидела видео на ютюбе, девочка говорит, ну вот так вот нужно оформлять брови, я такая серьезно. И вот с того момента, как я увидела видео на ютюбе, я, в общем, делаю это каждый день. Кстати, еще один секретик, я всегда стараюсь сделать вот эту линию, чтобы она пересекалась с линией консилера от этой брови. В общем, вы поняли. И я считаю, что это помогает вам увидеть, ровно ли у вас брови расположены, ровно ли вы провели, ну, отредактировали их, да, консилером и понять вообще, одинаковы ли они или нет в конце концов. Ну, вроде как у нас все хорошо. Мне очень нравится, опять же, гель, который называется Вау Брау от Эльф. Стоит он, ребят, 3 или 4 доллара на самом деле, супер дешево. И это просто такой, знаете, идеальный, возможно, даже немножко светловатый оттенок, потому что это оттенок, по-моему, taupe, но как вот классно подчеркивает брови, даст фору любым очень дорогим помадкам для бровей. Ну, конечно, он немножко светловат для нашего этого оттенка бровей. Не знаю, надеюсь, брови мои не слишком темно выглядят, потому что на свету они выглядят темными в камере, я вижу их чуть более светловатыми. Ну что, ребят, я вас приблизила, надеюсь, вы видите сейчас лучше мои глаза, мои веки. И сейчас я хочу начать свой макияж глаз, а именно хочу начать с жидких теней от Huda Beauty, то, что мы получили с вами в адвент-календаре, и я ни разу не использовала их, ни разу не открывала, только свочила для вас, и все. И я хочу нанести вот именно матовые тени. Приятно очень пахнут, кстати говоря, как ваниль какая-то. Нанесем это вот сюда, в нашу складку века, и начнем растушевывать это все. Это будет как пазы под остальные тени. Классно тушуются, кстати говоря, и очень быстро засыхают также, поэтому нужно быть аккуратнее и растушевать до того, как это все засохнет. Я взяла кисточку от Morphe M505, свою любимую, наверное, и немножко подтушевала это все. Очень красивый цвет, оттенок называется Bubble Bath, помимо матовых здесь еще и сияющие тени есть тоже. Итак, начнем использовать нашу ветроградный Меркурий от Huda Beauty. Палетка на самом деле просто восхитительная, я держу в руках ее, чувствуется какая-то дороговизна, чувствуется роскошь в этой порядке 100%. И я хочу взять оттенок Crash, это такой очень спокойный, я даже не знаю, нюдовый, светлый коричневый оттенок. Нанесем его вот сюда, в начало нашего складки века. Дальше я возьму палетку от Jeffree Star, потому что я подумала, что это идеальная палетка, где я могу найти либо очень холодный коричневый оттенок, либо какой-нибудь очень теплый, потому что вот именно таких оттенков мне хочется на моих глазах сегодня. Я возьму кисточку от Raffer номер 16 и, наверное, возьму какой-нибудь вот такой оттенок. Начну затемнять немножко вот эту область, просто выделяя глаз, но не делая cut crease. Будет очень естественный, glam look. Возвращаемся к палетке от Huda Beauty Retrograde на Меркурии. И я хочу взять оттенок Gold Glitch. Очень красивый, приятный оттенок золотой, как всегда, очень пигментированным он будет, скорее всего. Нанесем его прямо вот сюда, во внутреннюю голову глаза. Ууу, какой, какой красивый пигмент. Супер. Какой блеск, ребят, вы это видите? Просто ослепляюще, я бы сказала. Дальше мы вернемся к жидким теням от Huda, и мы будем использовать именно блестящую сторону этих теней. И мы закроем наши блестки, нанесенные ранее, этим оттенком. Просто растушуем это все вместе. И дальше мы вернемся к, опять же, этой палетке и к тому же самому оттенку Golden Glitch. Супер красиво. Просто нет слов. И последним шагом это будет, опять же, немножко, скорее всего, того же самого оттенка вот этого. Красивый оттенок, кстати, идеален для всего. Для растушевки, для всего. Я не знаю, эта палетка, она реально классная, но почему-то не вызвала такого большого восторга у людей. Если вот я хочу какого-нибудь разнообразия нюда, я всегда беру эту палетку. Восторг. И последний, я хочу выделить зону вот этого вот, где у меня века. Я возьму оттенок тот же самый, или даже немножко потемнее, наверное, смешая вот этот оттенок и вот, например, этот оттенок. И мы выделим нашу складку века, потому что таким образом это будет прям такой настоящий глэм. Гламур. И последнее, вместо того, чтобы использовать жидкую подводку для глаз, мы будем использовать именно черные тени, чтобы эффект был гораздо более естественным. Я возьму этот темный оттенок из палетки Джеффри. И мы проведем эту линию с черными тенями прямо здесь. И сейчас. Все-таки не могла не использовать подводку от Рай Бьюти, потому что как-то не получилось у меня то, что я хотела, когда я делала эту стрелку, неаккуратно. И последнее мы возьмем салфетку влажную и подправим все то, что у нас не получилось или осыпалось. Надо сказать, что много осыпашек очень у этих теней. Даже не ожидала этого, если честно. Прям осыпаются такие. Теперь, наконец-то, ребят, мы займемся нашим лицом. Я знаю, что у меня сегодня именно почему-то лицо не очень выглядит, но обычно у меня кожа прямо-таки идеальная, но не сегодня. Итак, я буду использовать крем тональный от NARS в оттенке Yacoon Light 2,5. Этот тон, он очень такой, знаете, высокопигментированный, покрытие среднее к высокому, но в то же время он смотрится невероятно классно на коже. Он такой матовый, но не сказать, что он прям убийственно матовый, то есть убийственно, очень матовый. Это тот тон, который вы используете, знаете, когда, допустим, у вас свидание или какое-то важное мероприятие, и вашей коже нужно выглядеть супер-классно, это он. Я возьму кисть от Rebeauty, мне она очень нравится. Кстати, я тут подумала, может, потому что у меня кисти, ну, я не мыла их сколько-то в неделю, может быть, у меня из-за этого пыщик от этого из них, очень даже возможно, потому что кисти являются переносчиком очень много всего. И изначально, когда я тестировала его для видео, я полюбила его. Потом я как-то не пользовалась им долгое время, решила воспользоваться, и поняла, что как-то он белит лицо. Я не знаю уж, может быть, я была загоревшей там в летнее время, и он как-то выглядел, вот видите, он выглядит белесым, когда вносите его на лицо, растушевываете. Однако, когда он у вас на лице посидит и засохнет, он приятного, нормального цвета, который вы бы и ожидали видеть от тонального крема. И изначально, изначально, я подумала, что этот оттенок не мой, слишком он какой-то был оранжеватый или, в общем, белесый, наверное. Но сейчас я понимаю, что это идеальный оттенок, на самом деле. Если у вас кожа такая же, как у меня, а именно с розоватым по тоном, то оттенок Якун вам должен подойти, на самом деле. Если честно, с этим тоном вы можете нанести даже два слоя, если вот у вас, как у меня, есть проблема в виде прыщика, и он, ну, сто процентов закроет его. Если же вы нанесете еще какой-нибудь консилер, например, от Tarte Shape Tape, у вас ничего не будет на лице видно, будет просто идеальное лицо. Ну все, можно сказать, наш макияж почти готов, но нет. Дальше я хочу взять тот же самый консилер от NARS в оттенке ванила, нанести его под глаза, потому что почему нет, если у нас такой, знаете, glam макияж. Возьму кисточку от Rare Beauty также, для консилера она специально. И я возьму пудру также от Jeffree Star в оттенке Translucent. Эта пудра должна придавать невероятно естественное сияние кожи, при этом не делая ее чересчур блестящей. Мне нравится, знаете почему? Потому что у нее не только очень удобная упаковка, можно все это легко открыть и закрыть, но еще и аромат. Она пахнет конфетами какими-то, но очень приятно. Это, наверное, первая пудра, которая очень вкусно пахнет. Я до этого не встречала таких пудр с очень приятным ароматом. И нанесем, в смысле закрепим это все, все слои нашего макияжа. Я использую кисточку, кстати говоря, от Morphe M554. И, кстати, когда эта пудра попадает к вам в рот, например, то вы можете почувствовать эту какую-то как сладкость, сладость. Как будто бы сладкая вата попадает вам в рот. Видите, сразу же это сияние виднеется, как мне кажется. Прикольно. Дальше в качестве румян мы будем использовать румяна от Патрика Та в очень красивом коралловом оттенке. Мне кажется, они должны подойти к нашему образу. И оттенок этих румян называется Shaze That Girl. Я буду использовать кисть от Realty Knicks для румян. Кстати, мне кажется, что эти румяна идеальны для вот этого времени года. Я вчера использовала их. И, фу, как красиво они смотрятся. Была в шоке, потому что как-то я забыла о них. И вот я вспомнила. Такой, знаете, натуральный, естественный цвет румян, мне кажется. И для бронзинга я буду использовать также Патрика Та, его бронзер в оттенке She's So LA. Кстати, я не сказала вам, но вы уже, наверное, поняли, что тут две текстуры. Кремовая текстура и также сухая. Если честно, я больше фанат сухой текстуры, когда дело касается именно бронзинга почему-то. Я считаю, что этот оттенок очень даже неплох. Но, возможно, он немножко рыжит. И растушевываем, растушевываем, чтобы это все смотрелось как будто вместе, а не отдельно на лице. Добавим это немножко на лобик. Всегда, когда добавляю бронзер на лоб, у меня всегда какая-то вот есть линия бронзера этого. Я не знаю, может, я неправильно растушевываю, но всегда, даже иногда, когда я снимаю видео, это видно. Дальше в качестве хайлайтера я буду использовать две палетки. Первая, это, конечно, моя самая любимая палетка от Dinone Anida Nude Glow. Обожаю этот хайлайтер, он потрясающий. Я хочу смешать эти два хайлайтера, чтобы посмотреть, какой у нас может быть потрясающий бомбический финиш. И, окей, начнем с этого. У меня кисточка из натурального ворса, кстати говоря, с Алиэкспресс. Потрясающе, идеально для нанесения именно этого запеченного как будто бы хайлайтера. Немножко на нос. Подбородок. И я хочу взять какой-нибудь золотистый или даже бронзовый цвет, скорее всего, это. Нести его тоже вот сюда. У-у-у. Хм-хм. Какой невероятно нереальный блеск, который, наверное, даже из космоса будет виден. Для ресничек я буду использовать ресницы от Эльф. Они у меня уже давно лежат в моем шкафчике. Я все никак не могу их использовать, потому что они невероятно такие, знаете, эффектные. Но все равно попробуем это, раз у нас сегодня будет такой невероятно настоящий глэм-лук. Вот так они выглядят. Именно этот стиль можно купить только онлайн на сайте Эльф. Такие они продаются в магазинах. Ну что, ребят, наши реснички готовы. Я знаю, это очень артистично, но мне кажется, что мне нравится, как это коррелирует с нашим образом. Поэтому не нужно писать в комментариях, что типа вот какие ресницы ты наклеила. Это прошлый век. Иногда хочется вот именно таких артистичных ресниц, поверьте мне. Итак, наш следующий, последний, наверное, шаг, которым мы закончим макияж глаз, это использование какого-нибудь серебристого оттенка из этой палетки. Вот этого суперкрасивый оттенок. И называется он Super Moon. Возьму кисточку от Huda Beauty также, которая вышла в своей коллекции с палеткой Nauti. Нанесу это вот сюда в уголок глаза. По-моему, получается очень даже эффектно. Вот, как-то так. Наверное, вам не видна разница, но ощутимо видно, что у нас вот здесь вот в уголках глаз есть блестящие серебристые тени. Наш последний шаг это использование помады, естественно, чтобы завершить, так сказать, то, что мы начали. И я возьму для начала карандаш от Elf из их коллекции Retro Paradise. И тут нет как такого, по-моему, оттенка. Он был, в общем, в наборе с другими карандашами других цветов. Я хочу делать так, чтобы губы были, знаете, суперогромными. Постараюсь избежать этого. Так как у нас карандаш коричневый, можно было догадаться, что мы будем использовать коричневую помаду. Также я буду использовать свою любимую помаду от Manimoire в оттенке Zaya. И мне кажется, что она должна идеально подойти к нашему образу сегодня. Обожаю этот цвет. Я так понимаю, нам немножко нужно, чтобы это все подсохло. Еще один шаг, который, наверное, мне кажется, тоже важен, это закрепление пудрой всего нашего лица. Я использую новую палетку Sculpture от Hourglass. И, на самом деле, иногда, когда я пользуюсь этими пудрами закрепляющими, я думаю, а виден ли результат этих пудр? Ну, они дорогие, да, они дешевые. И, может быть, вам он не виден, но другим людям он виден, особенно если вы под определенным углом стоите. Или они на вас смотрят под определенным углом. Это все видно, на самом деле. Поэтому не нужно обращаться, что эффекта нет, он есть. Просто, ну, его сложно увидеть, настолько он естественный и натуральный. И последнее я добавлю немножко, совершенно немножко, также блеска для губ из новой коллекции Menimoire. И последним шагом, которым я обожаю пользоваться после того, как я закончу делать свой макияж, это спрей, чтобы закрепить все то, что у нас есть, потому что мы хотим, чтобы макияж вдруг, не знаю, к концу дня стал недействительным. Или он растворился, вы понимаете. Я использую свой спрей от Milk Makeup. У меня много спреев, но именно этот почему-то как-то меня больше привлекает. Может быть, это цвет этого спрея. Ну, и также столько много в нем полезных разных вещей. Не смешно даже. И это мини-размер. Стоит он в районе 15 долларов. И, в общем, ну, реально классная вещичка. Очень советую. И вот такой у нас, ребят, получился сегодня глэм-макияж. Надеюсь, вам понравилось то, что я сегодня сделала на своем лице. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, если вы считаете, что это то, что подойдет, в общем, к праздникам. Я считаю, что получилось очень даже неплохо. Да, это была очень долгая работа. Потребовалось, наверное, часа два, чтобы снять это все. То есть, да, это, естественно, не повседневный макияж. Поэтому, да, будет интересно узнать, что вы думаете об этом. И также я очень рада, что поделилась с вами своей ежедневной рутиной по уходу за кожей лицом. Надеюсь, это было тоже очень полезно услышать для вас. Я с вами не прощаюсь, ребят. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. Ваша Юля. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok